Любовь – это когда ты благодарен человеку близкому, и ты можешь без него быть спокойным. Вот ты попросту вспоминаешь светлую память. Вот три вида памяти есть о близком человеке. Вот вы закрываете глаза, сейчас вспоминаете близкого человека, и вообще его не можете вспомнить. Это значит, что рядом ты была, и вдруг исчезла. То есть, как это в этой песне поется? Мы просто жили вместе, рядом, и не думали друг о друге. Потому что мы думали о делах вместе. У нас не было мыслей друг от друга, понимаете? Это потому что мы жили неправильно, потому что не было совести, ниточка постепенно зазарялась. А потом, когда тебя не стало, то я уже не могу без тебя жить, потому что я жил только зависимостью от тебя. И эта зависимость, она отягощает люди, как бы привыкают друг к другу. Нет счастья, когда люди привыкают. А почему привыкают? А потому что они смотрят друг на друга. А правильная жизнь означает смотреть в одном направлении, идти в одну сторону. Вот люди погрузились друг в друга, все, они потеряли друг друга. Люди погружают сильнее и сильнее. Чем ближе мы приближаемся друг к другу, тем больше оголяется боль, которая приходит от человека. Вот в каждом человеке есть недостатки. Чем я ближе приближаюсь психически к человеку, тем недостатки его не становятся более невыносимы. Мужчина становится грубым, неприятным, женщина становится истеричной, как бы мы страдаем друг от друга. Причина этих страданий – мы погружаемся в друг друга. Это погружение называется привязанность или желание наслаждаться друг другом. Ну то есть привязанность или желание наслаждаться друг другом – это и есть та сила, которая разрушает отношения. Потому что люди, привязываясь друг к другу, все сильнее и сильнее, истощают свои отношения все сильнее и сильнее. И дальше уже ни белого мира не видно, ничего. Все заканчивается, жизнь заканчивается. Понимаете, дальше начинаются скандалы, выяснение отношений. Почему? Потому что это невыносимо. Ты погружаешься в человека. Первый этап погружения называется «Жил забот, не зная, не предчувствуя беды». Ну то есть просто люди живут спокойно, у них все вроде хорошо. Это первый этап погружения друг в друга. Этот этап характеризуется тем, что как-то когда друзьям уже меньше ходим, с родителем меньше общаемся. В храм вообще никогда не ходили и ходить не будем. Даже уже жена перестает готовить дома, она фастфуд берет, потому что некогда же надо работать, детей в школу отдавать. Муж жрет вообще непонятно что. Это еще хуже, потому что пища должна быть наполненной любовью. Но пища должна быть по факту приготовлена женской рукой, и она должна быть освещенной еще. Даже если вы берете где-то пищу, потому что нет времени готовить, вы ее на алтарь сначала поставьте, очистите от энергии тех людей, которые ее готовили. Потому что у них там в башках все что угодно может быть. Зачем это мужу давать? Запомните, сознание мужчины сильно зависит от энергии любви. 50% где-то энергии любви находится в пище. Поэтому мужчина очень сильно зависит от того, как кормит его жена, его психика. Потому что он не может жить без любви. Вот женщина наслаждается просто самой пищей. Взяла вот так. И вкусно. Мужчина не может пищей наслаждаться, он наслаждается любовью пищи. Он вот так не ест, он наполняет себя этой пищей. Ему нужно наполниться, и тогда он раз, расслабился. Особенно, когда жена готовит. Но если жена готовит и ставит на алтарь, тогда он не просто расслабится, он начнет о жене думать, как о очень возвышенной личности. У него проснется совесть по отношению к жене, он ее никогда не бросит. В этом заключается секрет освященной пищи. Но если люди не идут к Богу вместе, они идут друг к другу, к своим детям, к своей семье, то они, несомненно, разрушат свою семью. Субтитры создавал DimaTorzok